И таких шокирующих кадров в социальных сетях сотни. Однако отныне ситуация должна измениться. Сознательность у хозяев домашних животных будут воспитывать рублем. Согласно изменениям, внесенным в законодательство Московской области, сумма штрафа за нарушение правил выгула собак может составить от 500 до 5000. Полномочиями по отвлечению к административной ответственности за нарушение правил выгула животного сейчас наделены министерства сельскохозяйственной подовольствием Московской области. Все отношения должны быть направлены к ним. Поэтому мы очень долго ждали этого внесения этих изменений в административный кодекс. Но наконец-то они у нас учились. Итак, за что может быть наказан хозяин домашнего животного, если он не убирает экскременты за питомцем, выгуливает собаку, рост которой превышает 25 сантиметров в холке, без поводка и намордника в не специально отведенных местах. Для променада с любимцем теперь официально закрыты детские площадки территории школы детских садов. Кроме того, нельзя оставлять четвероногого без присмотра в общественных местах. Наиболее крупные штрафы предусмотрены за порчу чужого имущества, причинение увечить другому животному. Нападение на человека и вовсе может быть расцеплено. как уголовное преступление. И большинство мытичинцев согласны с новым порядком. Я к этому отношусь очень нормально. Со своей собакой я за ней убираю всегда, когда только она у меня появилась. Ну, на поводке я хожу, где собаки, есть ли дети. Вот в данном случае я сейчас ее отпущу. Пусть бегает. Ну, нет. Да, конечно, пока никого нет. Она не злая, она маленькая. Это вот такие вот, которые бегают и, простите, кучи кладут. Вот это я вообще поубивал бы, как в том кино говорили. В целом, горожане придерживаются правил выгула собакой без угрозы наказания. Так я все время за ней убираю. Поэтому для меня это не новое, если это все действительно только так. А на поводке, сами понимаете, удобнее с ней гулять. Когда без поводка, любая собака, она в любом случае что-то нюхает на земле, подбирает. Правда, есть и некоторые сложности. Например, Роман Трофимов не готов надеть на своего лабрадора Тоса намордник в солнечную погоду. Жара, и собаке будет очень плохо в наморднике. Проще без намордника и дышать проще. Потому что он задыхается, и без намордника проще. К слову, региональное законодательство оказалось несколько жестче общероссийского. Согласно федеральному закону, намордник положен лишь собакам опасных пород. Например, волкособакам, питбульмастифам и другим. С другой стороны, изменения, вступившие в силу с 25 июня, в буквальном смысле слова, написаны кровью. Более того, большинство пунктов выполнить нетрудно. Они, по сути, знак взаимного уважения. Остальное по местам расставит время.